Всем привет! Сегодня мы хотим передать от канала ИП огромный привет девочке Милане из Павлодара. Дело в том, что очень приятно, что нас смотрят не только взрослые, но и дети. И вот Милане, когда она пошла в магазин, на сдачу продавец подсунул вот такую дырявую монетку 50 тенге. Ее папа сфотографировал монетку и отослал нам на канал. Мы эту монетку посмотрели, изучили и очень сильно обрадовались. Потому что, судя по всему, продавец просто решил избавиться от монеты, боясь, что она дырявая. И как обычно продавцы делают, подсовывают это детям. Потому что взрослые будут задавать вопросы, а подсунули ребенку. И, собственно говоря, на этом деле продавцы очень сильно прогорели. Потому что это оказалась реально бракованная монета. Здесь шел дефект листа и, соответственно, образовался дефект заготовки при вырубке. То есть здесь очень четко, хорошо видно, что эта монета именно не испорчена, не приведена в такую негодность. А именно была монетная лента, металл был дефектный. И все это перешло на заготовку, а потом в процессе чеканки ушло на монету. То есть здесь все очень хорошо просматривается, что это не рукоблуд. И один из моих подписчиков, я у себя в инстаграме выставил, он даже сказал, что посмотрите, обратите внимание, очень похоже на карту Казахстана. Вот этот дефект. Здесь, я говорю, вот можно обратить внимание, что имеются еще небольшие дефекты по металлу. Вот здесь вот, где куб, да, хорошо видно. И сейчас я переверну на оборотную сторону. Обратите внимание, дефект имеется где дата и где буква А. То есть это однозначно, это брак заготовки. Сейчас мы покажем вам гурт. И обратите внимание, тоже по гурту четко видно, что это брак. Технологический брак. Так что, Милана, ты молодец. И Милана получила за свою находку небольшое денежное вознаграждение, с которым мы с папой решили, сумму обговорили. И вчера, когда я получил письмо, посмотрел, изучил монетку, убедился в том, что это брак, сразу же папе перевел для Миланы ее денежное вознаграждение за находку. И поверьте, оно было больше, чем 50 тенге. Так что продавцы, продавец, который подсунул Милане эту монетку, чтобы от нее избавиться, реально пролетел. Игорь Павлович подсовывает свой лайк. Но нам нужен лайк не Игоря Павловича, нам нужны ваши лайки для Миланы. И пишите в комментариях, кому из вас также продавцы пытались подсунуть бракованные монетки, либо испорченные. Это там очень интересно нам это узнать. Всем удачи, до новых роликов. И еще раз привет Милане.